Вы смотрите новости Запада Башкирии. Полицейские Октябрьского улучшили свои показатели по раскрытию преступлений. Об этом на совещании в отделе Министерства внутренних дел города заявил майор внутренней службы Айдар Тухбатулин. После состоялось торжественное вручение благодарности и присвоение специальных званий. В Октябрьском 26 января стартует конкурс творчества и красоты Добра Мама 2019. Мамочи города ждет 30 дней лекций о взаимоотношении в семье, о жестенности, уроки по разным видам фитнеса и танцам, мастер-классы по соцсетям, уходу за лицом и волосами, фотопозированию, актерскому мастерству. Всех участниц поделят на команды. Каждую неделю будет возможность ходить на 4 мастер-класса. Чем активнее ты участвуешь, тем больше баллов получит твоя команда. Финал конкурса пройдет 10 марта. В Киргиз-Мейках прошел турнир по волейболу среди мужских команд, ветеранов по волейболу. За звание лучшей дружины боролись команды из Альшеевского, Буздягского, Бешбулякского, Мейкинского районов и Довлеканово. Спортсмены-ветераны показали отличную физическую подготовку. Победила команда Ушак-Башрыба-Мейков. На втором месте расположились представители Альшеевского района. Бронзу удостоились спортсмены Бешбуляка. Победителей призеров наградили медалями и кубками. В минувшие выходные на площади Октября-Таймазов состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню снега. Около 600 жителей стали участниками масштабного семейного спортивного праздника. В рамках соревнований «Папа, мама и я – спортивная семья» весело и азартно прошли спортивные эстафеты. В этот же день на территории лыжной базы состоялись лыжные гонки. В шахматном клубе прошел чемпионат Туймазинского района по блицу среди мужчин. Участие приняли 26 шахматистов в возрасте от 8 до 77 лет. Соревнования прошли по швейцарской системе. По итогам конкурса первое место занял ученик школы номер 4 Ильнар Бегалин. Второе место досталось Никите Землянову. Третье место занял ученик спортивной школы номер 1 Нафис Мулагалиев. Лучший результат среди школьников показал ученик школы номер 4 Георгий Евстафьев, а среди ветеранов Мунир Тазидинов. На главной площади Буздяка состоялось закрытие новогоднего ледового городка. Веселые театрализованные представления со сказочными героями, персонажами любимых детских мультфильмов подготовили учащиеся школы номер 2. На праздник позвали Деда Мороза и Снегурочку. Звучали песни о Новом Годе и о зиме. Для собравшихся ребят провели подвижные игры и хоровод в лесной красавицы. В Буздягской школе номер 1 пройдет вечер встреч выпускников. Педагогический коллектив приглашает своих выпускников 1979, 1989, 1999 и 2009 годов, а также учителей, которые работали в эти годы. Торжественное мероприятие состоится 2 февраля в 17.00 в актовом зале школы. В Доме культуры юбилейный в Кандрах прошел импровизированный праздник «Гусиное перо». На него собрались дети, родители, люди пожилого возраста. Самые активные ребята из Кандринской первой школы выступали на сцене. Национальный праздник «Гусиное перо» начинается в первый день зимы. На нем девушки на выданье соревнуются в мастерстве ощипа, а холостые парни выглядывают невест. Учащиеся в шестых классах Кандров вместе с учителями выбрались влезть на зимнюю экскурсию. Несмотря на холод, ребята весело провели время, катались с горок и играли. Они получили море положительных эмоций и насладились природой, тишиной и свежим морозным воздухом. На днях в Башкирии стартовал муниципальный этап «Учитель года». Представляя третью школы села Серафимовский будет молодой педагог начальных классов Ирина Салахудинова. Участница написала эссе и выступила на теоретическом семинаре с докладом «Моя педагогическая концепция». Педсостав школы желает учителю удачи и отличных результатов на конкурсе. Учащиеся школы имени Мансура Абдулина Мияков узнали, какие профессии востребованы. Специалист по труду Центра занятости Нафиса Софиулина рассказала ребятам о нынешней ситуации на рынке труда, о том, как правильно выбрать подходящую профессию. А руководитель клуба «Профи» ознакомил учащихся с востребованными профессиями и провел с ребятами познавательную игру «Узнай профессию».